Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы поговорим сейчас о 27 главе книги пророка Исаии. В этой 27 главе некоторый новый гимн, отграниченный небольшой такой прозаической вставкой от предыдущей главы, помещает здесь пророк. И вот, говоря о дне посещения, еще один образ предлагает пророк, образ жуткого чудовища Левиафана, который змей прямо бегущий, Левиафан, змей изгибающийся, вот какие-то такие чудовища морские, вылезающие из моря, ну, как в разных апокалиптических видениях того же Даниила и других апокалипсисах. И вот пророк говорит, в тот день Господь поразит мечом своим вот это все чудище, вот эту всю инфернальную нечисть, которая вылезает откуда-то на поверхность земли. И буквально в один стих на самом деле Исаия помещает картину, которая станет для многих более поздних апокалиптиков действительно такой парадигмой, схемой видения мира. Многие, например, тот же автор второй плей на книге Даниила, пользуются этим и посвящают буквально десятки страниц расписыванию того, что у Исаии занимает один единственный первый стих 27 главы. Дальше со второй главы начинается разговор о винограднике Израиля, о винограднике Господа Саваофа. Мы уже с вами в начальных главах видели то, что пророк говорит о винограднике как об образе народа Божьего и о Боге, который трудится как виноградарь над виноградником. Здесь еще раз видно, что имеет пророк в виду, как он об этом думает. И, конечно, мы не можем не думать также о том, что это своего рода прообразы для притча о винограднике, для того, что о винограднике и виноградарях говорит Господь Иисус Христос в своих притчах. И вот смотрите, в тот день воспойте о возлюбленном винограднике. Что же именно предлагает пророк воспеть? Я Господь, хранитель его, в каждое мгновение напаяю его. Бог в этом гимне через пророка свидетельствует о том, что он хранит и наполняет жизнью, наполняет плодами вот этот самый виноградник, который есть мужи Израиля, который есть народ Божий. Я в каждое мгновение напаяю его. Не, в общем, как-то там само собой, как говорил Карл Маркс, объективными историческими процессами. Нет, нет никаких объективных исторических процессов. Я каждое мгновение напаяю его, говорит Бог. Дальше поразительные слова. Гнева нет во мне, говорит Бог. Зачем бы вообще об этом говорить? Видимо, мы очень часто приписываем Богу гнев. Мы приписываем Богу, что он рассердился, топает ногами, мечет громы и молнии. И это не образ Бога Израилева, это образ Зевса или Юпитера, который, собственно, одно и то же. Да, вот, который там кидается молниями. Нет, нет ничего подобного. Гнева нет во мне. Что было бы с нами, если бы мы помнили эти слова? Если бы всякий раз, когда мы пытаемся оклеветать Бога и рассказывать, как он прогневался, там рассердился, наказал туда-сюда, вот помнили бы мы эти слова. Гнева нет во мне, говорит Бог. Нет в нем, как Новый Завет, говорит Бог, есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Но, если кто в моем винограднике начнет мне вредить, там засевать тернии и волчицы, да, я выжгу его совсем, войной пойду против него, но при этом гнева нет. Гнева в Боге нет, но нет и согласия на зло, на злодейство, на грех. Нету этого попустительства. И вот это та грань, которую люди, на самом деле, очень плохо умеют определять и поддерживать. Если кто-то хочет быть в его винограднике, пусть заключит мир со мной. Тогда пусть заключит мир со мной. И пусть прибегнет к защите моей. Иначе противостоять Богу невозможно. Невозможно. Всякий противостоящий будет выезжен. А вы за кого почитаете меня? В сущности вопрос тот же самый. Что ты выбираешь? Ты выбираешь заключить мир с Богом или противостоять ему? Кто он для тебя? Господь или враг, которому ты противостоишь? Вот этот вопрос выбора вдруг возникает здесь в этом гимне в форме очень близкой и понятной людям Нового Завета. Дальше говоря о народе Божьем, пророк свидетельствует, что по-разному при всем том Бог относится к своему винограднику и к тем, кто пытается этот виноградник наполнить терниями и волчицами. Говоря о народе Божьем, ты наказывал его мерой, выбросил его сильным дуновением в день восточного ветра. Вот Бог сдул с земли этих беззаконных людей, но пророк говорит, и через это загладится беззаконие Якова. В результате будет снятие с него греха, потому что все камни жертвенника, то есть все то, что было противно Богу, что было предательством в Израиле, вот это все обратится в ничто, в куски извести. И ветви засохнут, и Господь потрясет все от Великой реки до потока Египетского, говорит пророк. И он говорит о том, что Создатель не помилует всего того, что основано на идлопоклонстве, что является вот таким вот предательством Бога. И в последний день сыны Израиля будут собраны вместе из всей земли, из Египта, из Ассирии, все придут на гору святую и поклонятся Господу. Вот этот день, когда, помните, в предыдущей главе он говорил о остатке Израиля, как о двух-трех маслинах, оставшихся после сбора урожая на ветках в огромном саду. И вот они все соберутся поклониться Господу на святой горе в Иерусалиме. Продолжение следует...